здравствуйте друзья мы со светланой поговорим поотвечаем на ваши вопросы нам поездка предстоит продолжительная поэтому первый вопрос здравствуйте михаил в первую очередь спасибо вам за ваш труд в видеоблоге дающий огромное количество полезной информации вкратце расскажу о себе чтоб вы имели представление о человеке с кем общаетесь меня зовут александр 30 лет российское гражданство последние 15 лет живу в испании с документами на проживание и работу все в порядке то есть я так по что вида на жительство у него нет у него документы в порядке а вида на жительство видимо нет так так не понял но вот такой вывод 12 лет он бы написал вид на жительство есть 12 лет проработал настройки специалист в различных ее профилях есть опыт в недвижимости продавал что также решал юридические вопросы выходцам из ссср в испании даже вот ну консультировал консультировал последние два года интенсивно изучаю и практикует 3d 3d моделирование визуализация также айти технологии в веб-архитектуры языки управления какой круг интересов то смотри на 15 лет в испании настало время когда я осознал что использование полученных знаний и дальнейший карьерный рост в испании весьма ограничен по сравнению с сша ну конечно чё же взвесив все за и против поставил себе цель переехать в сша работать и реализовать себя цель хорошая план такой вот интересно приехать если не получится сразу найти работу с п.к. видимо с просто специальным компьютером то строится специалистов настройку на период адаптации знакомства повышение уровня английского языка изучение законов и учеба в сша испанского законов и учеба в сша для получения документов подтверждающие мою квалификацию для дальнейшего роста и так далее вот ты знаешь вот вопрос как бы легализации он как-то прошу посоветовать или помочь выбрать способ для получения документов и трудоустройства он понимает что нужны документы он он это понимает выбрать способ для получения документов и трудоустройства вопрос звучит так как будто у него же это все как типа как бы вопрос такой нет он понимает что вопрос такой есть ну давайте мы посмотрим итак друзья мы отвечаем на вопрос и у меня много мыслей разных на эту тему значит первая мысль моя состоит в том что человек который начал только что самостоятельно разбираться там в 3 в 3d моделирование там визуализации да это она есть значит там и на веб-технологии там базовая так далее когда он говорит что нет ему простора там в испании в развитии этого дела и так далее я думаю что преждевременно беспокоиться об отсутствии простора то есть как бы тот простор который ему нужен там на ближайшие годы у него есть вот если уж там дальше что-то такое получится более сложно кроме того у нас абсолютно неясным остался его статус в испании потому что он может ну как бы если статус него такой видеть уровня вида на жительство то насколько я понимаю он может работать и не только в испании он может работать и в германии великобритании и во франции и как бы жаловаться на то что ему не хватает простора для профессионального развития в области в которой он еще пока не состоялся вообще никак я бы сказал что это необоснованно то есть вот нет нет ощущения что он действительно вот уперся в какой-то тупик и ему некуда расти понимаете он абсолютно никуда еще не уперся это первое второе чтобы я сказал опять неразрешенность его иммиграционного статуса и непонятность нам затрудняет вот этот вопрос как ему легализоваться в сша он так рассуждает я там поеду если сразу не удастся устроиться ему там с компьютерами работа как можно стресс без права на работу до 1 сразу да если сразу значит но он как-то не ощущает это как проблему то есть он это поскольку он в испанию попал в 15 лет то есть видимо его родители привезли из-за него все эти вопросы решали то он и не понимает а как еще бывает ну а бывает так что вообще никак поэтому гражданство у него российская хорошо гражданство него российская это как бы плюс в том смысле что он мог бы например подать на политическую убежище но если у него есть вид на жительство испанский европейский то наверное это уже и не получится в общем вот я бы на его месте конечно поговорил бы обязательно с иммиграционным адвокатом и получил бы ответ на вопрос вообще что возможно с точки зрения пути легализации тоже может оказаться что у него единственное что у него есть это например там брак или например там приехать учиться в американский университет после университета значит получить общину практика у тренинг поработать там пару лет вот по этой части и параллельно пытаясь значит опять же жениться получить рабочую визу и вот вот какой-то такой путь хотя в общем-то в 30 лет конечно это уже наверное сложнее чем-то в 19 но даже не знаю понимаешь что еще здесь произошло он два года самостоятельно изучает какую-то область понимаешь и уже ощущает себя каким-то таким профессионалом серьезным которому вообще мешают вот его простору не хватает вот ему бы в америку потому что здесь вот что-то такое я я не знаю надо бы соизмерить свою квалификацию с некоторыми требованиями в котором мы живем он живет в мире который он выдумал себе и в этом мире нет проблем с решением на работу как посоветуйте как там вот с решением да если не удастся сразу там на такой квалифицированную компьютерной работой получит это чего еще без английского то он хочет настройки одни мексиканцы работают и он настройки специалист и он даже не понимает то на американской стройке может оказаться не совсем специалистом возрасте каком случае сразу хотя безусловно общаться на испанском ему там будят с кем это доминирующий язык американской стройки но но он думает что он уже специалист приехав на американскую стройку но но нет но здесь другие стандарты здесь абсолютно другие понятия разных вещах то есть ему надо будет войти в это еще. Это нелегальная работа. То есть он не видит реальных сложностей, которые есть в этом процессе. Вот тех сложностей, в которые все это упирается с первой секунды. Поэтому он такой мечтатель иммиграционный. И я хочу сказать, что мечтательность, оно как бы неплохое качество. Потому что оно как бы горизонты раскрывает, оно побуждает тебя к действию, к поиску реальных путей, которые тебя туда ведут. Люди без мечты, они ничего такого не хотят, им идти некуда. Вообще незачем. Но вот эта мечтательность, она должна перековаться в некоторую осведомленность. И вот эта осведомленность должна привести его к каким-то путям. Поэтому осведомленность через тех людей, которые в курсе. Есть иммиграционные форумы, которые можно читать. Есть иммиграционные адвокаты, с которыми можно посоветоваться. Мы специально на нашем канале показываем людей, которые симпатичные, грамотные, порядочные. Можно с ней посоветоваться. Но просто вот мечту надо как бы приземлить до реального мира. И тогда все получится. Вот это сочетание мечты и привязанности к реальному миру, это колоссальная взрывная такая смесь мощнейшая, которая может все. А так, взрыв без мечты, это не то. И мечта без взрыва не то, знаете, без реального. Следующая, у тебя есть что-то к этому? Может быть от себя? Да нет, ты уже все сказал что-то. Правда? Значит, ну тогда в следующем вопросе ты поучаствуешь более активно. Счастливо, друзья! Мы нашему испанскому соотечественнику желаем успеха. И как бы он может быть даже совсем недалеко от решения. Но просто вот надо пару шажочков сделать. И я думаю, что он вопрос вот этот свой задал без четкого указания иммиграционного статуса европейского и так далее. Просто потому что он не понимает, что это ключевую роль играет в ответе на его вопрос. Вот. Так что желаем ему успеха. И там как чего получится, сразу пусть расскажет и мы поделимся с остальными. Счастливо!